Как уже отмечалось, многие процессы описываются с помощью логарифмической функции. Например, процесс шумопоглощения. Как известно, коэффициент звукоизоляции стен выражается формулой, которую вы видите на экране. Воспользуемся данной формулой, чтобы определить, во сколько раз деревянная дверь снижает давление звука. Проанализируем условия задачи. Пусть коэффициент звукоизоляции и постоянная величина, зависящая от материала, равны 20 дБ. Подставим данную формулу и получим следующее равенство. Тогда, чтобы ответить на вопрос задачи, необходимо решить полученное уравнение. Десятичный логарифм от частного равен единице. Уравнения данного вида будем называть логарифмическими. Итак, на этом занятии мы обсудим некоторые виды логарифмических уравнений и способы их решения, а также ответим на следующие вопросы. Какое уравнение будем называть логарифмическим? В чем заключается способ вынесения за скобки общего множителя при решении логарифмических уравнений? В каких уравнениях можно выполнить замену переменной? Как решить систему логарифмических уравнений? И в чем состоит суть функционального подхода при решении логарифмических уравнений? Отметим, что логарифмическими уравнениями будем называть уравнения, в которых переменная содержится только под знаком логарифма. Например, логарифм х по основанию 2 минус 9 равно 0. Логарифм числа 8 по основанию х равно 3. Заметим, что общего метода решения логарифмических уравнений нет, но можно выделить несколько видов логарифмических уравнений и привести способы их решений. Самым распространенным являются уравнения вида логарифм f от х по основанию а равно b, где а положительное, отличное от единицы число. Предлагаю обсудить алгоритм решения логарифмических уравнений данного вида. Итак, воспользуемся определением логарифма числа и получим, что выражение под знаком логарифма f от х равно а в степени b. Таким образом, исходное логарифмическое уравнение равносильное уравнению вида f от х равно а в степени b. Рассмотрим примеры решения логарифмических уравнений данного вида. Так, чтобы решить уравнение примера 1, запишем уравнение, равносильное данному, то есть выражение под знаком логарифма равно возведенному в третью степень основанию логарифма 2. Выполним преобразование и получим уравнение х квадрат плюс 4х минус 5 равно 0, корнями которого являются числа минус 5 и 1. Обратим внимание на то, что выражение под знаком логарифма равно положительному числу 8, а значит, полученные корни удовлетворяют условию и проверять их подстановкой не надо. Запишем ответ. Для ответа на вопрос примера 2 уравнение логарифм по основанию 3 выражения х квадрат минус 1 равно 1 заменим равносильным ему уравнением. х квадрат минус 1 равно 3 в первой степени. Выполним преобразование и в результате получим неполное квадратное уравнение. х квадрат минус 4 равно 0. Корнями данного уравнения являются числа 2 и минус 2. Так как 2 является натуральным числом, то данное уравнение имеет 1 натуральный корень. В ответ запишем вариант А. Ранее было установлено, чтобы найти нули функции, необходимо формулу функции приравнять к нулю и решить полученное уравнение. Тогда для ответа на вопрос примера 3 составим систему, первое условие которой приравняем формулу функции к нулю. Вторым условием запишем область определения данной функции. Решим полученную систему так. Уравнение логарифм десятичных квадрата выражения х минус 1 равно 0. Заменим равносильным уравнением х минус 1 в квадрате равно 10 в нулевой степени. Так как выражение х минус 1 положительно, то заменим второе условие системы равносильным условием х не равно 1. Воспользуемся формулой разности квадратов и решим полученное уравнение. Корнями уравнения являются числа 0 и 2. То есть нулями функции являются значения аргумента 0 и 2. Запишем ответ. Чтобы найти сумму корней уравнения примера 4, заменим логарифмическое уравнение равносильным ему уравнением. х минус 1 по модулю равно квадрату числа 2. Решим полученное уравнение, содержащее переменную под знаком модуля, по определению модуля числа. То есть запишем совокупность двух линейных уравнений. х минус 1 равно 4 и х минус 1 равно минус 4. Решением совокупности являются числа 5 и минус 3. Так как решения данной совокупности являются решениями исходного уравнения, то сумма корней исходного уравнения равна 2. Запишем ответ. Чем отличается уравнение примера 5 от уже рассмотренных уравнений? Как видим, уравнение примера 5 содержит переменную выражение под знаком логарифма и в основании логарифма. Тогда стоит обсудить, как решать логарифмические уравнения вида. Логарифм f от х по основанию g от х равен b. По определению логарифма основание логарифма положительное, отличное от единицы число. Тогда уравнение данного вида равносильное системе, первое условие которой уравнение равносильное исходному логарифмическому уравнению f от х равно g от х в степени b. А так как основание логарифма положительное, отлично от единицы число, то g от x больше 0 и g от x не равно 1. Итак, чтобы решить уравнение примера 5, запишем следующую систему условий, одно из условий которой уравнение x в квадрате минус 2x плюс 2 равно x в первой степени. Допишем x больше 0 и не равно 1, а также x в квадрат минус 2x плюс 2 больше 0. Решим полученную систему. Отметим, что корнями уравнения x в квадрат минус 3x плюс 2 равно 0 являются числа 1 и 2. Так как x положительное отличное от единицы число, то решением системы является число 2. Запишем ответ. Для ответа на вопрос примера 6 составим систему условий. Уравнение равносильное исходному логарифмическому уравнению имеет вид x квадрат минус 2x плюс 65 равно квадрату выражения 5 минус x. А также допишем 5 минус x больше 0 и 5 минус x не равно единице. Решим составленную систему. Для решения уравнения воспользуемся формулой сокращенного умножения. В результате преобразований получим, что решением системы является число минус 5. В ответ запишем вариант g. Воспользуйтесь режимом пауза и выполните следующее задание самостоятельно. В свете полученный вами результат в предложенном на экране. Отметим, что решив уравнение задания 3 мы установили, что при заданных условиях деревянная дверь снижает давление звука в 10 раз. Предлагаю рассмотреть еще несколько видов логарифмических уравнений и обсудить способы их решения. Например, рассмотрим равенство логарифмов по одному и тому же положительному отличному от единицы основанию. Отметим, что из равенства значения логарифмической функции по одному и тому же положительному отличному от единицы основанию а следует равенство значения аргументов t. Тогда уравнение, левая часть которого логарифм f от x по основанию а, а правая часть логарифм g от x по основанию а равносильной системе, первое условие которой f от x равно g от x. Помним, что данное равенство выполняется при условии, что выражение, стоящее под знаком логарифмов левой и правой части, положительное. Как видим, уравнение примера 7 – равенство десятичных логарифмов. Тогда для ответа на вопрос заменим данное уравнение, равносильное ему системой, и запишем. Уравнение x²-2x равно 2x плюс 12, при условии, что 2x плюс 12 больше 0 и x²-2x больше 0. Решим полученную систему. В результате преобразований получим квадратное уравнение. x²-4x-12 равно 0, корнями которого являются числа –2 и 6. Как видим, данное значение переменной удовлетворяет условиям системы. В ответ запишем –2 и 6. Можем ли мы воспользоваться предложенным способом, для решения уравнения примера 8. Для этого запишем условие примера 8 как равенство логарифмов по одному и тому же основанию π, а затем данное уравнение заменим равносильной ему системой, которая включает в себя равенство выражений, стоящих под знаком логарифма. То есть, x²-3x плюс 2 равно 2x минус 4. И допишем одно из неравенств. Выберем то, которое проще решается, например, 2x минус 4 больше 0. Решим полученную систему. В результате преобразования получим квадратное уравнение. x²-5x плюс 6 равно 0, корнями которого являются числа 2 и 3. Условиям системы удовлетворяет только 3. Также обратим внимание на то, что левая часть уравнения примера 8 содержит разность логарифмов по основанию π. Тогда для решения уравнения можно воспользоваться свойствами логарифмов и заменить разность логарифмов по основанию π логарифмом частного по этому же основанию. Решите полученное уравнение самостоятельно. Если необходимо время, воспользуйтесь режимом паузы. Как видим, получили один и тот же результат. Тогда значение выражения k умноженное на x нулевое равно 3. Запишем ответ. Чем отличается уравнение примера 9 от уже рассмотренных уравнений? Как видим, в левой части уравнения записана разность логарифма по основанию 3 от квадрата разности х и 5 и числа 4. Преобразуем данное уравнение к равенству логарифмов по одному и тому же основанию 3. Для этого заменим 4 логарифмом числа 81 по основанию 3. Воспользуемся свойствами логарифмов и запишем в правой части уравнения логарифм по основанию 3 от квадрата выражения х-1. При этом учтем, что х-1 больше 0. В результате преобразования получим равенство логарифмов. Логарифм по основанию 3 квадрата выражения х-5 равен логарифму по основанию 3 от произведения числа 81 и квадрата выражения х-1. Теперь можем заменить равенство логарифмов по основанию 3 равносильной системой. Приравняем выражение, стоящее под знаком логарифма, то есть запишем, что квадрат разности х-5 равен квадрату произведения 9 на х-1. Помним, что х больше единицы. Перенесем выражение в одну часть уравнения и воспользуемся разностью квадратов. Получим произведение 4-8х умноженное на 10х-14 равно 0. Система удовлетворяет значение переменной 1,4. Как видим, решение данного уравнения принадлежит промежутку от 1 до 2 включительно. В ответ запишем вариант А. Рассмотрим несколько примеров логарифмических уравнений, содержащих логарифмы по одному и тому же основанию, степени которых отличаются в 2 раза, например. Анализируя вид уравнения примера 10, замечаем, что в его запись входят логарифм в квадрате х по основанию 2 минус логарифм х по основанию 2. Введем замену логарифму х по основанию 2 равно t. Тогда получим квадратное уравнение относительно переменной t. t квадрат минус 2t минус 15 равно 0, решениями которого являются числа минус 3 и 5. Выполним обратную замену. Мы получим, что решением исходного уравнения является решение совокупности логарифмических уравнений. Логарифм х по основанию 2 равен минус 3 и логарифм х по основанию 2 равен 5. Так, решение уравнения является парой чисел 1, 8 и 32. Запишем ответ. Обратим внимание на то, что введение новой переменной позволяет свести логарифмические уравнения к алгебраическим уравнениям относительно введенной переменной, методы решения которых нам известны. Можем ли мы применить метод замены для решения уравнения примера 11? Обратим внимание на то, что в левой части уравнения разность квадрата десятичного логарифма х минус 3 умноженное на десятичный логарифм х, а в правой части – десятичный логарифм от х в квадрате. Чтобы ввести замену, необходимо десятичный логарифм от х в квадрате заменить десятичным логарифмом от х. Для этого воспользуемся свойством логарифма и заменим десятичный логарифм от х в квадрате произведением 2 на десятичный логарифм модуля х. Заметим, что по условию х принимает положительное значение. Тогда модуль можем снять. В результате преобразований запишем уравнение вида десятичный логарифм х в квадрате минус 5 умноженное на десятичный логарифм х плюс 4 равно 0. Воспользуйтесь режимом паузы и решите полученное квадратное логарифмическое уравнение самостоятельно. Сверьте полученный результат с предложенным на экране. Как видим, корнями исходного уравнения является пара чисел 10 и 10000. Тогда сумма корней данного уравнения равна 1000010. Запишем ответ. Чтобы ответить на вопрос следующего примера, воспользуемся свойствами логарифмов. В результате преобразований запишем уравнение вида. 10 логарифм х в квадрате минус 4 умноженное на десятичный логарифм х плюс 4 минус квадрат десятичного логарифма 5 равно 0. При этом учтем, что х принимает положительное значение. Итак, мы получили уравнение относительно десятичного логарифма от х. Тогда можем ввести замену. Десятичный логарифм от х равно t. Заметим, что уравнение относительно t имеет вид. t в квадрате минус 4t плюс 4 минус квадрат десятичного логарифма 5 равно 0. Обратите внимание на то, что выражение t в квадрате минус 4t плюс 4 можно заменить квадратом разности t минус 2. Получим квадрат разности t минус 2 минус квадрат десятичного логарифма 5 равно 0. Воспользуемся формулой разности квадратов. Так, корнями квадратного уравнения относительно t являются числа вида 2 плюс десятичный логарифм 5 и 2 минус десятичный логарифм 5. Воспользуемся свойством логарифмов и заменим сумму десятичных логарифмов десятичным логарифмом произведения, а разность десятичных логарифмов – десятичным логарифмом частного. Выполните обратную замену и найдите корни исходного уравнения самостоятельно. Если необходимо время, воспользуйтесь режимом паузы. Сверьте полученный вами результат с предложенным на экране. Как видим, исходное уравнение имеет два корня. В ответ запишем вариант B. Чем отличается уравнение примера 13 от уже рассмотренных уравнений? Проанализируем уравнение, как видим. В него входят логарифм по основанию 1,2 и логарифм по основанию 2. А также обратим внимание, что входящее в уравнение логарифмы содержит под знаком логарифма различные выражения. Сначала приведем логарифмы к одному основанию 2. Затем воспользуемся свойствами логарифмов. И логарифм от 4х по основанию 2 заменим суммой логарифмов. Логарифм числа 4 по основанию 2 плюс логарифм х по основанию 2. А логарифм частного заменим разностью логарифмов. Логарифм от х в квадрате по основанию 2 минус логарифм числа 8 по основанию 2. Так, исходное уравнение примет вид. Квадрат суммы 2 и логарифм х по основанию 2 плюс логарифм от х в квадрате по основанию 2 плюс 4 равно 0. Отметим, что х принимает положительное значение. И тогда логарифм от х в квадрате по основанию 2 заменим произведением 2 умножить на логарифм х по основанию 2. Итак, мы получили уравнение относительно логарифм х по основанию 2. Тогда можем ввести замену. Логарифм х по основанию 2 равно t. Запишем квадратное уравнение относительно t. Получим квадрат суммы t и 2 плюс 2t плюс 4 равно 0. И решим его. Воспользуйтесь режимом пауза и решите уравнение самостоятельно. Так, корнями исходного уравнения являются числа 1,16 и 1,4. Как видим, корни исходного уравнения принадлежат промежутку от 0 до 0,75 включительно. В ответ запишем вариант А. Можно ли применить метод замены? При решении примера 14. Для этого проанализируем условия. Заметим, что применив свойства логарифмов, можем преобразовать уравнение к виду логарифм х по основанию 2 плюс 3 умноженное на логарифм числа 2 по основанию х равно 4. Как видим, уравнение содержит взаимно обратные логарифмы. Введем замену. Логарифм х по основанию 2 равно t и запишем уравнение относительно t. Так как t не равно 0, домножим левую и правую часть уравнения на t. Получим квадратное уравнение относительно t. t квадрат минус 4t плюс 3 равно 0, решением которого являются числа 3 и 1. Выполним обратную замену так. Исходное уравнение равносильно совокупности двух логарифмических уравнений. Логарифм х по основанию 2 равен 1 и логарифм х по основанию 2 равен 3. Итак, решением исходного уравнения являются числа 2 и 8. Запишем ответ. Как может быть решено уравнение, содержащее степень, в показателе которой записан логарифм? Например, уравнение, которое вы видите на экране. Воспользуемся методом замены переменной для решения данного уравнения. Введем замену. Десятичный логарифм х равно t. И выразим х через t. Тогда х равно 10 в степени t. Запишем показательное уравнение относительно t, в левой части которого 10 в степени t, умноженное на t плюс 1, а в правой – 10 в шестой степени. Заменим полученное равенство степеней по основанию 10 равенством показателей. Запишем уравнение t квадрат плюс t минус 6 равно 0. Решением данного уравнения являются числа 2 и минус 3. Выполним обратную замену. Так, исходное уравнение равносильно совокупности двух логарифмических уравнений. Десятичный логарифм х равен 2 и десятичный логарифм х равен минус 3. Итак, решением исходного уравнения являются числа 100 и 1 тысячное. Предлагаю обсудить еще один способ решения уравнения данного вида. Отметим, что по условию переменная х может принимать только положительное значение. То есть левая и правая части уравнения содержат положительное выражение. А значит, можем прологарифмировать обе части уравнения, например, по основанию 10. Получим уравнение, в левой части которого 10 логарифм от х в степени 10 логарифм х плюс 1, а в правой – 10 логарифм от 10 в шестой степени. Вынесем показатель степени логарифмируемого числа за знак логарифма и получим уравнение относительно 10 логарифма х. Ведем замену. 10 логарифм х равно t и решим квадратное уравнение относительно t. Получили один и тот же результат. Тогда произведение корней уравнения равно 1 десятой. Обратим внимание на то, что в левой части уравнения примера 16 содержится степень с основанием х, в показателе которой записан логарифм х по основанию 5, а в правой – степень числа 5 умножена на х в квадрате. Воспользуемся методом замены переменной для решения данного уравнения. Ведем замену логарифм х по основанию 5 равно t и выразим х через t. Тогда х равно 5 в степени t. Запишем показательное уравнение относительно t, в левой части которого 5 в степени t квадрат, а в правой – 125 умноженное на 5 в степени 2t. Заменим равенство степеней по основанию 5 равенством показателей. Запишем уравнение t квадрат минус 2t минус 3 равно 0. Решением данного уравнения являются числа 3 и минус 1. Выполним обратную замену так. Исходное уравнение равносильно совокупности двух логарифмических уравнений, решением которого являются числа 125 и 1 пятое. Можно ли решить данное уравнение методом логарифмирования? Отметим, что по условию переменная х может принимать только положительное значение. То есть левая и правая части уравнения содержат положительное выражение. А значит, можем прологарифмировать обе части уравнения, например, по основанию 5. Получим уравнение, в левой части которого логарифм по основанию 5 от х в степени логарифм х по основанию 5, а в правой логарифм по основанию 5 произведение 125 на х в квадрате. Воспользуемся свойством логарифмов и вынесем показатель степени логарифмируемого числа за знак логарифма. Получим уравнение относительно логарифма х по основанию 5. Решите полученное уравнение самостоятельно. Если необходимо время, воспользуйтесь режимом паузы. Получили один и тот же результат. Как видим, множеству целых чисел принадлежит число 125. Запишем ответ. Обратим внимание на то, что уравнение примера 17 содержит логарифмы по одному и тому же основанию 0,5. Выполним преобразование и сгруппируем в левой части слагаемое попарно. Логарифм х по основанию 0,5 и единицу. Квадрат логарифма х по основанию 0,5 и куб логарифма х по основанию 0,5. Заметим, что из второй скобки можно вынести квадрат логарифма х по основанию 0,5 за скобки. Тогда в скобках останется 1 минус логарифм х по основанию 0,5. Затем вынесем общий множитель логарифм х по основанию 0,5 минус 1 за скобки и получим в левой части произведение выражений логарифм х по основанию 0,5 минус 1 умножить на 1 минус квадрат логарифма х по основанию 0,5. Произведение равно 0 тогда, когда каждый множитель равен 0. Получим совокупность двух логарифмических уравнений, решениями которой являются числа 1, 2 и 2. Проверим полученный результат, решив уравнение введением новой переменной. Выполните задание самостоятельно. Если необходимо время, воспользуйтесь режимом паузы. Итак, получили один и тот же результат. Запишем ответ. При решении систем уравнений, содержащих логарифмические функции, чаще всего используют традиционные методы решения систем уравнений. Метод подстановки и метод замены переменных. Так, из первого уравнения системы выразим х через у и подставим его во второе уравнение. Воспользуемся свойствами логарифмов и преобразуем второе уравнение системы. Получим логарифмическое уравнение, которое мы умеем решать. Уравнение аналогичное уравнению примера 1. Тогда найдем значение у, решив второе уравнение системы. То есть найдем корни уравнения 7у минус у в квадрате плюс 10 равно 0. Воспользуйтесь режимом паузы и решите данное уравнение самостоятельно. Сверьте полученный результат, предложенном на экране. Получили у равно 2 и у равно 5. Подставим в первое уравнение исходной системы вместо у 2. Получим х равно 5. Подставим в первое уравнение исходной системы у равно 5. Получим, что х равно 2. Итак, решением данной системы уравнений являются две пары чисел 5 и 2, 2, 5. Запишем ответ. Отметим, что не каждое уравнение в результате преобразований может быть сведено к уравнению, для которого существует определенный алгебраический метод решения. В таких случаях ключевую роль могут сыграть такие свойства функций, входящих в уравнение, как монотонность, четность и другие, например, уравнение примера 19. Рассмотрим функцию левой и правой части уравнения. Отметим, что функция у равно логарифм от 4 минус х по основанию 2 убывает на промежутке от минус бесконечности до 4 невключительно, а функция у равно х минус 3 возрастает. Тогда данное уравнение имеет не более одного корня на этом промежутке. Найдем корень подбора. Так, х равно 3. Проверим подстановкой. Как видим, при х равном 3 равенство выполняется, значит 3 корень уравнения. Отметим, что данное уравнение можно было решить графически, так как функция у равно логарифм от 4 минус х по основанию 2 убывает, а у равная х минус 3 возрастает, то графики этих функций имеют не более одной общей точки на промежутке от минус бесконечности до 4 невключительно. Выполним схематическое построение графиков данных функций в одной системе координат. Как видим, графики пересекаются в точке, абсцесса которой равна 3, то есть 3 корень уравнения. Запишем ответ. Итак, на этом занятии мы рассмотрели основные виды логарифмических уравнений и обсудили способы их решений. Желаю успехов при выполнении контрольного теста.